Крем-шоколад ореховый Итак, добро пожаловать в Роттердам, дорогие агрессоры! Посмотрите налево, там вы видите весьма заштатный европейский городок, без особых изысков и достопримечательностей. Теперь посмотрите направо. Вы видите крупнейший порт Евросоюза, принимающий каждые сутки десятки тысяч контейнеров. Миллионы тонн упакованных в железные ящики груза проходят через этот порт каждую неделю. Везут все, что только можно везти в контейнерах. Для того порт Роттердам и отстраивался. Ну вот пришла беда лютая, незваная. Случилось так, что часть этих ящиков железных приехала из далекой России. Другая же часть должна была поехать в Россию. И теперь перед руководством порта встала крайне интересная задача. Каждый контейнер необходимо вскрыть, проверить его на соответствие груза и сопроводительных документов. И прогнать сам груз через базу подсанкционных товаров. А вдруг к этим русским хамон, устрицы и сумочки Луи Виттона поехали? Или лягушачьи лапки, упаси господь. А обожравшиеся хамона русские с сумочкой Луи Виттона перевес страшное зрелище, скажу я вам. Хуже этого только стройбат и атомная бомба. В обычное время голландский порт Роттердам похож на огромную работающую машину. Сотни судов приходят и уходят каждый день. И с этих судов выгружается и загружается обратно десятки тысяч ящиков. Все это для того, чтобы экономика Европы кипела. Однако прямо сейчас санкции против России обездвижили тысячи грузовых контейнеров. Рассказал в интервью Bloomberg директор порта Роттердам Аллард Кастейлин. Даже до февральской эскалации глобальные цепочки поставок в целом и в отрасли и контейнерных перевозок в частности не в полной мере оправились от хаоса, вызванного пандемией. Теперь же по словам Кастелейна, среди тысяч посылок, прибывающих с каждым судном, несколько десятков или сотен могут быть адресованы в Россию. «Вам нужно изолировать их, разделить, а затем провести физический осмотр контейнеров, прежде чем их можно будет выпустить из порта», – отмечает Кастелейн. «Эти необходимые мероприятия требуют физического пространства, рабочей силы и времени. В настоящее время в порту находятся 4500 контейнеров, которые были отмечены для перевозки, что является чрезвычайной ситуацией». Конец цитаты. Для полного погружения в реальность, дорогие агрессивные друзья, в год порт Роттердама пропускает через себя 470 миллионов тонн груза, 13% которых либо идут из России, либо предназначены для России. В сумме это более 61 миллиона тонн в год и более 5 миллионов тонн в месяц. Но значительная часть общего объема, проходящих через порт, товаров связана с энергетикой. В настоящее время около 30% российской сырой нефти, 25% нефтепродуктов и угля импортируются в Евросоюз через Роттердам. Давайте представим себе 4500 контейнеров, застрявших в порту Роттердам. Если мы просто складируем их друг на друга, как обычно и делают в портах, то получим башенку высотой 11,7 километра. А вот если мы поставим их друг на друга в вертикальном положении, то башня будет уже 54,9 километра в высоту. Это для наглядности, так сказать. И вот теперь эти ящики железные постепенно забивают контейнерные терминалы Роттердама. Рядом есть относительно свободная площадка, которую в будущем терминал Евромакс может использовать для расширения. Правда, для начала ее необходимо купить, создать проект дополнительной площади для контейнеров со всеми необходимыми коммуникациями и, наконец, построить это все. Сущая безделица. Года за полтора-два могут исправиться. И вот тут хотелось бы обратить внимание на то, что сейчас обсуждают европейские чиновники. А они обсуждают запрет на импорт из России нефти и угля. О нефти говорили уже достаточно. Пришла пора пристально взглянуть на русский уголь. Его мы поставляем Европу в объеме около 50 миллионов тонн в год. При этом 90% от поставок составляют энергетические угли разных марок. Еще раз, Россия поставляет каменный уголь для энергетики Европы. И много угля. А вот насколько много в разрезе по основным получателям можно увидеть на следующей табличке. Это данные не в весовых категориях, а в доле импорта в процентах. Германия получает над нас более 67% всего импортируемого угля. Поляки около 81%, французы завозят из России 55%, итальянцы 73%, голландцы 77%. И даже веселый усатый испанский мучачес завозит из России более 40% каменного энергетического угля. А вот еще одна занимательная табличка по тем же странам. Это уже в тоннах. И обратите внимание, что синеньким обозначена доля российского угля, а оранжевым импортируемого из других стран мира. Иначе говоря, евро-немецкий промышленный локомотив завозит в год 19 миллионов тонн угля, из которых 12,8 миллионов тонн привозится из России. И глядя на эту неземную красоту, уже сейчас вполне можно представить первые последствия запрета на российский уголь. Что такое 50 миллионов тонн? По меркам порта Роттердам мелочь, на полтора месяца работы. Другой вопрос, где взять эти 50 миллионов тонн? И тут возникают очень неприятные вопросы. Крупнейший поставщик угля в мире Индонезия снабжает всю промышленную Азию. Однако в этом году запрет на вывоз угля. Местные продавцы так увлеклись, что едва не оставили без него собственные электростанции. Власти поняли, что дело так дальше не пойдет, иначе сама Индонезия останется без электричества. Ну и ввели эмбарго до тех пор, пока не сумеет создать стратегический резерв для собственной экономики. А когда эмбарго будет снято, то уголь опять пойдет в Азию. Короткое логическое плечо и хорошие цены, выше чем в Европе, заставляют индонезийцев возобновлять поставки в Китай, Вьетнам, Лаос, Тайвань и Южную Корею. Американцы способны дать не более 6 миллионов тонн дополнительного угля в год. Австралия плотно сидит на долгосрочных азиатских контрактах. Уголь есть у Британии, но на восстановление отрасли уйдет от 2 до 3 лет. И не факт, что отрасли вообще сумеют восстановить. Хвала Маргарит Тэтчер. Нет ни компетенций, ни оборудования, ни обученного персонала. Здесь повторяется история с природным газом. Сколько бы эмиссаров не засылали Америка и Европа на Ближний Восток, газа больше не стало и не станет. С нефтью такая же картина. От ОПЕК требовали увеличить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Но осмелевшие парни с Ближнего Востока послали Запад с его запросами по известному адресу. В итоге в апреле добыча будет поднята на 432 тысячи баррелей в сутки, как и предполагается в утвержденном вместе с Россией плане. К слову, талантливый и перспективный политик в самом расцвете сил Джозеф Байден распечатал такие нефтяные резервы США на прошлой неделе. И что мы все видим прямо сейчас? Неделю назад на фондовых рынках бочка нефти стоила 103-105 долларов. Сегодня уже от 107 до 109. Перемога, как есть перемога. Давайте резюмировать уже. Логистические цепочки продолжают не просто рваться. Сейчас вся система поставок терпит много-много локальных очагов краха. Пока локальных, рано или поздно количество перейдет в качество, и мир разделится на несколько промышленно-сырьевых зон с коротким плечом доставки. О сложных цепочках поставок придется забыть, хотя бы на некоторое время. А это означает фактическую заморозку высоких технологий. В Европе обычные смартфоны могут перейти в разряд товаров лухури. Не кидайтесь тапками, я знаю, как это пишется и произносится. И следом за ними рискуют отправиться другие высокотехнологичные изделия. Ляжет ли без российского угля энергетика Европы? Да нет, конечно, ничего такого с Европой не случится. Электричества хватит и на кондиционеры, и на просмотреть дебилизер, а ляжет почти вся европейская промышленность. Но она и без этого давно на боку. При таких ценах на сырье и энергию просто не живут. Цена на бензинчик может подпрыгнуть в пару-тройку раз. Это правда, выпадающие в энергетике мощности при отказе от угля придется замещать нефтью. Но чего только не сделаешь в борьбе за демократию и свободу от российского энергетического монстра. А вот если после угля они еще и от нашей нефти откажутся, то всеобщее веселье в Евросоюзе может начаться в любой момент и по любому поводу. С фейерверками из горящих полицейских машин, с азартным мародерством супермаркетов, с параличом национальных и общеевропейских властей. Представьте себя за рулем грузовика чисто умозрительно. Вы везете тяжелый груз, и в какой-то момент вам вдруг говорят, что отныне ваш двигатель будет работать в половину своей мощности. Хорошо соглашаетесь вы и едете себе дальше. Мотор ревет, ветер свистит в ушах, красотища и весна за окном. Ровно до первой горки. И как только вы ее повстречаете, к вам сразу же придет понимание, для чего грузовику была нужна полная мощность. Вот примерно так обстоят дела с Евросоюзом. Промышленность в ауте, топливо на АЗС в космосе, дорожают хлеб и мясо, растительные масла вообще в тотальном дефиците. Инфляция по Евросоюзу в среднем уже превысила 7,5%. Налицо рецессия и риск сваливания в гиперинфляцию. И тут у европейских чиновников возникает гениальная мысль. А давайте-ка мы окончательно добьем энергетику и посмотрим, что получится. Давайте, мы не против. Мы будем о вас помнить, правда-правда, очень долго. И выпьем за вас, не чокаясь. Вы уже сами чокнулись по собственной воле и без принуждения со стороны агрессивной до невозможности России. Друзья, из-за последних событий с Ютубом рекомендуем вам подписаться на наш канал на Рутубе. Там мы сейчас публикуем все наши видео. Также в нашей группе ВКонтакте и канале в Телеграм мы публикуем то, что тут запрещено. Подписывайтесь на них тоже, там очень много интересного. Уверен, вам понравится. Ссылки в описании под видео. Продолжение следует...